МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком, студия Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Вот здесь, на тросах, вот досюда он был. Вот досюда, буквально. Жизнь в страхе. Владельцы частных домов в Барнауле боятся, что вот-вот на них упадет строительный кран. Слетать из Барнаула в Москву за 3 тысячи рублей. Надолго ли авиаперевозчики снизили цены из-за пандемии? Переполненные баки и антисанитария. Натюрморт может стать еще красочнее, если в крае примут новые мусорные нормативы. Очередной шаг президента в сторону детей и их родителей. Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение вдвое минимального пособия на первого ребенка. Все это в рамках предотвращения последствий коронавируса. Так вот, пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличится с трех с небольшим тысяч рублей до почти семи тысяч. Выплаты получат неработающие граждане, в том числе студенты. По этому же закону максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы во время декретного отпуска, 6 тысяч увеличили вдвое. Свалки будут расти, как грибы. Главы нескольких сел края выступили против новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Даже при действующих нормах в селах встречаются переполненные баки и беспорядок рядом с площадками. А нормативы, принимаемые сейчас, многие считают и вовсе заниженными. С подробностями Андрей Дрейер. Весь мусор контейнеры уже не вмещают. В Зудилово эту картину можно наблюдать даже при действующем нормативе. А тот, который готовится принимать в управлении края по государственному регулированию цен и тарифов, грозит селу санитарными проблемами. В этом уверены главы сельсоветов. Тот мусор, который сейчас рекоператор забирает, если ему будет невыгодно, то есть тариф будет уменьшен соответственно, он просто будет по нормативам забирать тот мусор, который ему оплачивает, а все остальное будет оставаться на территории. То есть несанкционированные свалки, они просто будут как грибы расти на нашей территории. Ряд регоператоров уже сделали такое заявление. Полученные выводы о нормах накопления отходов физическими и юрлицами не отражают реального отходообразования. Предлагаемый к принятию норматив 0,125 тысячных кубометров на человека в месяц. При этом реальные объемы мусора на одного жителя, по мнению глав сельсоветов, составляют не менее 0,160 тысячных кубометров. До апреля этого года, пока мусор вывозили бестарным способом, точные объемы определить было сложно. А весной появились контейнеры. Тогда жители понесли в них строительный мусор, залу, отходы подсобного хозяйства и еще много того, что бросать в контейнеры запрещено. В городе я 100 контейнеров загрузил, здесь не могу, 40-50. Много сипят того, что они должны? Да, есть. Бывает, что-нибудь оставишь, доски, все. Ну, строительный мусор. Пакет же не войдет, они нагрузят полную тележку, везут. И на машине подъехали, мешки, три мешка вывалили. Представитель мусоровывозящей компании объясняет, пока его сотрудники забирают с площадок весь мусор и проводят зачистку территории рядом с контейнерами. Хотя наведение порядка возле баков не входит в их обязанности. Долго так продолжаться не может. Полигон в Первомайском районе за эти два месяца уже принял почти 5000 кубометров никем не оплаченных отходов. Я возмущаюсь тоже, как перевозчик, потому что за это мне не платят. Если мы должны вывезти, значит, 12-16, почти 17, мы вывозим. Ну, я понимаю, месяц-два на третий месяц, вы же сами понимаете, получается, что я месяц работаю бесплатно. А ведь мне же тоже надо и платить зарплату, и ГСМ, и все остальное. Совет глав сельсоветов Первомайского района направит в профильное управление свои предложения по новым нормативам. Здесь пришли к выводу, замер нужно проводить с участием муниципальных властей. Учесть следует, например, крупногабаритный мусор. Ведь если предложенные нормы примут, сельсоветам придется тратить много денег на борьбу со свалками и содержание контейнерных площадок. А этих денег у сельсоветов нет. Андрей Дреер, Александр Антропов, День с толком. Еще один мусорный вопрос. Экоактивисты выступили против нового закона о приравнивании сжигания мусора к переработке. Его приняли в конце прошлого года. Они уверены, это неэффективно, невыгодно и не менее вредно для природы, чем сам мусор. А еще это ставит крест на качественной вторичной переработке. Подробности далее. Мы зажигаем жмых и мусор на наших дачных участках. Точечные костры редко врезят. В отличие от масштабного мусоросжигания, в планах Ростеха построить около 30 мусоросжигающих заводов в стране. Это позволяет сделать закон, который приравнял сжигание к мусоропереработке. Экологи протестуют. Этот способ во всем мире уже признан небезопасным. А еще это не переработка, а уничтожение ресурсов. Она неэффективна, она не решает ни одну проблему. Она крайне дорогая. Она вводит те регионы, в которых строятся мусоросжигательные заводы, просто практически в финансовую кабалу и в долговую яму. Она экологически небезопасна. Проблему полигонов не решает. Потому что, когда мы сжигаем мусор, у нас от 30% общего объема мусора еще остается шлак и зола, который тоже нужно где-то захоранивать. По словам экологов, за масштабным строительством мусоросжигающих заводов стоит два фактора. Ускоренное выполнение плана по нацпроекту «Экология», в рамках которого до 2024 года нужно переработать 36% всего мусора в стране, и прибыльность предприятий. За сжигание мусора заводы будут получать большие деньги. Из кошельков налогоплательщиков. Сейчас начинается строительство мусоросжигающего завода под Казанью. Это завод мощностью 550 тысяч тонн. И стоимость его строительства только 28 миллиардов рублей. У нас на Алтае образуется примерно 780 тысяч тонн, те, которые могут являться сырьем. То есть у нас прям много этих отходов. А расходная часть бюджета Алтайского края – 118 миллиардов. Готовы жители практически пятую часть всего бюджета платить за то, чтобы сжигать мусор. Мусоросжигание уничтожит раздельные сборы, вторичную переработку, говорят экоактивисты. Эти предприятия нацелены забирать 85% всех отходов. При этом продукты сжигания опасны. Так, пластик выделяет диоксины, которые вызывают онкологию. Общественники собирают подписи для пересмотра закона. Они уверены, лучше запретить производство неперерабатываемой продукции, чем сжигать ее. Предложение содержит три пункта. Это запрет на использование одноразовых неперерабатываемых товаров. Это запрет на сжигание. И это введение ответственности чиновников, которые, несмотря на то, что в нашем законе прописана определенная последовательность действий с отходами, и предотвращение там самое раннее, самое верхнее и приоритетное. Несмотря на это, чиновники пишут такую нормативно-правовую базу, которая продвигает мусоросжигание. Мусоросжигающие заводы хотят строить в городах населением от 500 тысяч человек рядом с туркластерами. Барнаул пока в список этих городов не входит, но имеет все шансы. Местный полигон переполнен. Мусоросжигание в иерархии борьбы с отходами по закону стоит на последнем месте. Но пропаганда этой технологии выдвигает этот вредный, но прибыльный метод практически на передовую. Проголосовать против можно на сайте российской общественной инициативы. Для того, чтобы петиция попала к федералам, до конца года нужно собрать 100 тысяч голосов. Полина Жданова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Жители нескольких деревень Михайловского района начали выставлять объявления о продаже коров. Цены на одну буренку варьируются от 40 до 50 тысяч рублей. Фура загрузилась, все, на выезд. Сейчас вторая подъезжает. Фермеры продают коров из-за того, что закупочная цена на молоко крайне низкая – 14 рублей. А коров надо кормить, сотрудникам платить зарплату, оплачивать коммуналку. Работа фактически себе в убыток. Так что осенью под нож может пойти и молодняк. Крыловый министр сельского хозяйства признает, что проблема серьезная. Чтобы разрешить ситуацию, надо вернуться к трехсторонним соглашениям по закупу молока между личными подсобными хозяйствами, закупщиками и сельским советом. Ведь это серьезный бизнес. Мы на сегодняшний день говорим муниципалитетам и главам сельских советов. Ребята, маслозаводы, молочные комбинаты, как 20 рублей, 19-20 рублей платили, они так и платят. Давайте посмотрим цепочку, которая идет на сегодняшний день от личного подсобного хозяйства до завода. Нужно сократить эту цепь до минимума. Потому что каждый отдельный перекупщик, малый, большой, средний, еще больше, каждый имеет свою маржу. Надо это убрать. Надо убрать вот это передаточное число и сократить количество операций. Отслеживать процесс должны, по мнению министра главы сел. А пока в каждом селе, где сдается по 500 килограммов молока, есть по 5 закупщиков, ситуация не изменится. Должен остаться максимум один. Не звезда над головами, а строительный кран с грузом. Жители нескольких частных домов уже неделю боятся, что вот-вот их придавят. Никита Ермаков продолжит. Вот здесь, на тросах, вот досюда он был. Вот досюда, буквально. С таким наглым соседством Валентина Забродина за все свои 60 лет еще не сталкивалась. С прошлой недели в ее двор зашел строительный кран. Потолок обвалился. Ребенок сидел. У них потолок обвалился. Они когда начинают это, дррррр, вот этой, и весь домишко трясется. День и ночь, день и ночь. В шоке ни одна Валентина. Ее соседи, владельцы частных домов, тоже. Над нашим домом прям вот стрела крана была. То есть было как бы страшно, потому что дети, трое детей, они бегают по двору. Да, вот они сидят, и частенько грохот, шум, дети пугаются, потому что говорят, что может кран упасть. Получается, они разворачивают вот этот подъемник и разворачивают прямо по нашему огороду частенько. На прошлой стройке, вот в 15-м году они начали, по-моему, этот дом строить, были случаи падения. Мне, честно, как матери, страшно. По словам людей, на кран уже жаловались жители многоэтажного дома напротив. Им он мешал шумом по ночам. Жители частного сектора тоже обратились к застройщику, компании «Авангард», чтобы кран не перемещался над их участками, но их жалобы серьезно не восприняли. С нами застройщик решил говорить только без камеры, поэтому вот письменный ответ. В проекте устанавливаются ограничения подъема и перемещения груза по строительной площадке. Зона работы крана ограничивается таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры опасной зоны. Для минимизации опасной зоны при работе крана со стороны фасадов, начиная с уровня третьего этажа, поэтажно возводится защитный экран в местах, предусмотренных проектом. Как минимум защитных экранов пока нет. В частности, должно быть ограничение поворота стрелы башни, чтобы стрела с грузом не ходила над чужими зданиями. Стрела сама может ходить, а стрела с грузом не может ходить. И если расстояние небольшое и не обеспечивает безопасное строительство здания, то ставятся дополнительные экраны защитные, либо леса возводятся. Дальше за этим следит инспекция по надзору за строительством. То есть регулярно инспектор приезжает, проверяет. Он в том числе и проверяет технику безопасности на строительном объекте. Соблюдение строительных норм должна курировать госинспекция и по звонку жителей организовывать проверку. Так что сейчас Валентина Забродина вместе с соседями готовит жалобу в ведомство, чтобы в вопросах безопасности все-таки решился. А пока каждый день они выходят из дома в надежде, что кран в этот раз не пройдет над их головами. Никита Ермаков, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. 23 миллиарда рублей выделило правительство на поддержку российских авиаперевозчиков. Эта антикризисная мера должна помочь восполнить часть убытков и вывести авиаотрасль на прежний уровень доходов, считают экономисты. Однако повлияет ли это на цены перелетов и когда возобновится авиасообщение в полном объеме? Это выяснила моя коллега Полина Жданова. Она со мной в студии. Полина, привет. Действительно ли авиаотрасль так сильно пострадала из-за пандемии? Да, Ир, привет. Действительно, авиаотрасль потерпела очень большие убытки в связи с пандемией. В разгар пандемии полностью прекратилось международное авиасообщение. Больше 80% всех воздушных судов простаивали без работы несколько месяцев. Но у авиаотраслей крупных стран, таких как Китай, США и Россия, остался спасательный круг в виде внутренних перелетов по стране. Летал и продолжает летать ЮТЕЙР, С-7. Что-то осталось у аэрофлота. И по итогам апреля, а вот сейчас Росавиация дала статистику, в России было остановлено 92% всех авиационных перевозок. У аэрофлота было сильнее падение 95%, но какой-то процент внутренних перевозок тем не менее сохранился. Если крупные авиаперевозчики остались на плаву за счет внутренних перелетов, а также господдержки в виде 23 миллиардов рублей, то мелкие авиакомпании, а их больше десятка в стране, оказались на грани банкротства. Они не вошли в список тех, кому положено финансирование. Их выживаемость пока что остается под вопросом. Кстати, от пандемии пострадали не только авиаперевозчики, но и аэропорты. А авиапредприятие «Алтайка» главный оператор аэропортовой деятельности имеет убыток по итогам работы за март, апрель и май 2020 года. Спрос пассажиров на авиаперевозки довольно низкий. Фактически, пассажиропоток в апреле и мае составил 10% от соответствующего периода прошлого года. А в прошлом году аэропорт имени Титова достиг большой цифры. Через Барнаул летели 500 тысяч человек. Это приличный пассажиропоток для небольшого региона. Но теперь его придется наращивать с ноля. Экономисты при этом считают, что цены на авиаперевозки сильно не вырастут. По логике такой жесткой, рыночной, если авиакомпания теряет где-то, она должна это компенсировать. Как компенсировать? Повысив цену на свои услуги. Логично, да? Но проблема в том, что если сейчас после пандемии, которая, дай бог, закончится и все-таки начнутся полеты, поставить очень дорогие билеты, ну просто далеко не все люди смогут себе позволить полет. Потому что, как мы знаем, ведь не только авиация страдает. И действительно, весной цены за билеты были очень низкими. Если в 2019 году средний чек в июне составлял 11 тысяч рублей, то в этом году всего три. Так, из Москвы в Барнаул еще несколько дней назад можно было улететь даже за 3 тысячи рублей, при средней цене в 9 тысяч. Но с первым этапом снятия ограничений цены возросли. Сейчас стоимость билета Барнаул-Москва вернулся на прежний допандемический уровень 11 тысяч. Такой же подъем можно наблюдать на цены до Санкт-Петербурга и других крупных городов. Начиная с середины июня цена возросла на порядка на 5, наверное, тысяч. Это уже не то, чтобы прям бьет по карману, говоря по столичному, но, тем не менее, ощутимая сумма. Ей, скорее всего, как мне думается, воспользовались, ну как я, как в моем случае, бывшие жители Алтайского края Барнаула, те, кто уехал учиться работать в столице нашей. А на самом деле с середины июля цена, которая за авиабилеты устанавливается сейчас авиаперевозчиками, она сильно-то и не отличается от обычной летней цены, как, допустим, в прошлом 2019 году. Похоже, аналитики авиаотрасли решили, что люди после самоизоляции зашевелятся, и спрос на перелеты будет достаточным, чтобы поднять цены на прежний уровень. Например, если сейчас в Калининград из Москвы можно улететь за 3,5 тысячи рублей, то к августу стоимость билета в одну сторону составит уже 14 тысяч. Но в целом средний чек все равно останется ниже прошлогоднего – 13 тысяч рублей против 16. Так что больших скидок на перелеты ждать не стоит авиаперевозчикам, нужно восстанавливать обороты, но и баснословных цен пока что тоже не наблюдается. Тем временем карантин в стране идет к концу, и в планах открыть международные перелеты уже с конца июля. Но, повторюсь, пока это только планы. С этого года на Алтае начнут готовить туристических гидов со знанием иностранного языка. Этим займется Алтайский педуниверситет, первым, кстати, в Сибири. Набор на новую специальность начинается в ближайшие дни. Студентам обещают дать целый комплекс языковых и туристических знаний. Позволит ли это увеличить иностранный турпоток в Россию и на Алтай? Все ли выпускники найдут себе работу? С этими и другими вопросами разбирался Илья Кочетков. Уж если сани готовят летом, то почему бы не готовить гидов-переводчиков во время пандемии? Так решили в Алтайском педуниверситете. Ведь ограничения рано или поздно спадут, а, как подтверждают специалисты, интерес иностранных туристов к России с каждым годом растет. Алтай, например, в прошлом году посетил около 35 тысяч иностранцев. Языковая школа этого вуза – одна из сильнейших в Сибири. Это признают многие. Наработки по краеведению тоже большие. Так почему бы не совместить? Не только знания истории, культуры, традиций нашего Алтайского края, но все это должно ложиться еще и на язык. Язык, прежде всего, английский. Есть планы на китайский и другие. Еще в программе психология, менеджмент, даже тревел-журналистика. А будут ли востребованы такие специалисты еще и за пределами края? Александр Пермяков, эксперт в области приключенческого туризма, уверен – инициатива сама по себе прекрасна. Ведь в России гид со знанием иностранных языков – редкость. Но может оказаться, что задача сложнее, чем кажется. Нам нужны специалисты туризма со знанием иностранных языков, а не специалисты в иностранных языках со знанием туризма. То есть, если университета получится дать именно гидовскую составляющую, составляющую организаторов туризма, какую-то практическую работу для этих ребят, то тогда они найдут себя в этой профессии, и у них все получится. Если же получится так, что эти ребята будут знать исключительно английский язык, например, но при этом слабо ориентироваться в туристской деятельности, то, я думаю, что им будет тяжело. Кроме того, пандемия сильно скорректировала сам рынок туристических услуг. К примеру, по оценке Александра, сильно поднялась индустрия аудиогидов. И, учитывая, что ограничения могут сохраняться еще долго, продолжит развиваться. Ведь на такую экскурсию можно ходить в одиночестве. Даже сейчас рынок аудиогидов туристических не то чтобы большой, а огромный. Вот, например, такой пока не самый популярный город среди туристов, как Барнаул. Чтобы найти аудиогид по Барнаулу, достаточно, не знаю, 30 секунд поиска в интернете. Вот я нахожу то, что мне в данный момент нужно. Не буду показывать, чтобы не делать рекламу. Выбираю язык, например, английский. И наслаждаюсь экскурсией. Более того, информационные и виртуальные технологии все больше проникают в туризм. Так что гидам ближайшего будущего стоит также сильно меняться, придумывая новые методы. Справятся ли алтайские первопроходцы с вызовами нового времени, станет ясно уже через 4 года, когда состоится первый выпуск гидов-переводчиков. Илья Кочетков, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком. Еще одна хорошая новость. Четыре жизни спасли сотрудники МЧС по Алтайскому краю. Сегодня в Барнауле они провели необычную операцию. Спасатели вытащили четырех щенят, попавших в западню. Беда чуть не произошла с хвостатыми на улице Лазурная. Они оказались под железобетонными плитами. Рядом велись земельные работы. Тяжелая техника убирала грунт и строительный мусор. О том, что под плитами щенки сообщила неравнодушная жительница Барнаула. Именно она и вызвала спасателей, которым пришлось очень аккуратно вытаскивать малышей. Сейчас решается судьба щенят. Скорее всего, их отдадут в приют. Если в этих пушистых комочках вы увидели своего друга и хотите забрать его домой, звоните в нашу редакцию по номеру 722-440. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!